Симферопольская гимназия За всю свою двухсотлетнюю историю здание школы несколько раз меняло свое назначение. В период Крымской войны здесь был армейский госпиталь, после штаб Южного фронта, во время Великой Отечественной войны немецкий склад. Здесь витрина, где представлены наши учащиеся, выпускники, учителя, которые принимали участие в борьбе с врагом. Среди музейных экспонатов отдельная витрина посвящена бывшему ученику-химику Игорю Курчатову. Гимназия носит имя профессора и его бюст украшает двор уже четырехэтажной школы. И если в ближайшее время площадь гимназии увеличивать не планируют, то некоторым учебным заведениям стройка только предстоит. Здание художественного училища готовится к обновлениям. К 85-летнему юбилею к 2022 году оно вырастет на два этажа вверх. Вот эту часть здания, постройку 1937 года, планируют сохранить в первозданном виде, так как именно с нее началась история учебного заведения. Мольберт, натюрмортный фонд и картинная галерея в ожидании переезда. На два года будущие живописцы меняют свою дислокацию. Что-то консервируем, что-то забираем с собой. И вот как раз эта работа идет сейчас. Университет имени Вернадского – еще один крымский старожил. В 2018 году вуз отпраздновал свой вековой юбилей. Изначально университет состоял из пяти факультетов. Физико-математического, исторического, агрономического, юридического и математического. Очки, визитная карточка и печатная машинка. Личные вещи первого декана исторического факультета хранятся на полках музея университета. А еще главные документы каждого студента. Зачетка, студенческий билет и диплом выпускника. Здесь мы увидим списки предметов. Все эти подписи проставлены в камеру преподавателей, которые тогда вели лекции в Таврическом университете. Эвакуация педагогического института во времена боевых действий в Дагестан, вывоз студентов медицинского факультета в Казахстан, борьба за корпуса в послевоенное время. В любых условиях вуз продолжал воспитывать светлые умы. От одноэтажных построек до современных корпусов, несмотря на все исторические изменения, каждое из этих старейших учебных заведений Симферополя проделало свой путь становления и развития. Но всех их объединяет одно – свет от науки и борьба с тьмой необразованности. Наталья Жадько, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин